Конечно, хочется рассказать очень быстро о том, что такое ВКонтакте сегодня, потому что у каждого из вас должно в голове остаться правильное понимание, что такое наша платформа сегодня с точки зрения пользователей, людей, аудитории, поведенческих моделей и так далее, чтобы вы понимали, как платформа, собственно, может вам помочь в поиске новых каких-то контактов, новых коммуникаций, новых продаж и всего прочего. У нас сегодня 70 миллионов пользователей на территории России, активных пользователей, которые много публикуют контента, много реагируют на контент, много взаимодействуют с ним, и речь идет не только о контенте, который публикуют их друзья, друзья, друзья и так далее, но, безусловно, и про брендированные коммуникации в том числе, то есть контент от бизнеса. Большая часть наших пользователей – это все-таки мобильная аудитория, об этом тоже стоит помнить. Ну, здесь, кстати, к слову могу сказать, что абсолютно во всех соцсетях легко и непринужденно можете ориентироваться на мобильную аудиторию, потому что их сейчас гораздо больше. Связано это с тем, что мобильный интернет более доступный, мобильные устройства более доступные, и, конечно же, покрытие по стране гораздо больше. Почему это важно? Потому что запуская рекламную кампанию, запуская любой контент у себя в сообществе, помним, что большая часть аудитории увидит нас с небольшого экрана, и лишний раз проверяем себя на тему креатива, насколько он круто считывается, насколько здорово считывается сообщение, которое вы хотите до своей целевой аудитории донести. Ну, и если говорить про демографию платформы, не смотря на такой самый распространенный, пожалуй, миф о том, что ВКонтакте – это, прежде всего, очень юная аудитория школьников и студентов. Нет, в наших костях, в наше ядро – это молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, мужчин и женщин примерно в одинаковые пропорции, ну и вообще аудитория ВК, она так или иначе является практически калькой на пользователей российского интернета. Вот сколько у нас мужчин и женщин определенного возраста пользуются интернетом вообще в нашей стране, примерно в той же пропорции, они представлены на платформе. Что хочется отметить особенно, прирастаем очень бодро и за счет взрослой аудитории в том числе, и это не только наш тренд, это тренд абсолютно всех социальных сетей на территории России. Сегодня сегмент 45-64 растет тоже очень бурно, поэтому если вдруг вам как бизнесу необходима более взрослая аудитория, за ней тоже легко и непринужденно можно приходить на территорию нашей платформы. Они достаточно отзывчивы к рекламным сообщениям, к рекламным креативам. ВКонтакте сегодня лидер по охвату среди социальных сетей. Дальше видим, как расположились наши коллеги по цеху. Я надеюсь, что этот график вас тоже немножко сориентирует и поможет правильно распределить веса своего присутствия на тех или иных платформах с точки зрения дневной и месячной активной аудитории. Мы занимаем сегодня лидирующую позицию. Дальше у нас Инстаграм, Одноклассник. Я думаю, что если бы, вернусь на минуточку, если бы это была статистика не сентября 2019-го, а все-таки уже наконец-то марта 2019-го года, нам скоро медиаскоп отгрузит новые данные. Здесь, скорее всего, появится еще ТикТок. Аудитория социальных сетей, безусловно, пересекается. Об этом стоит помнить. Когда вы планируете свое присутствие онлайн, не стоит думать, что Фейсбуком пользуются какие-то одни люди, в Инстаграмом пользуются другие люди, в Контакте пользуется какая-то третья аудитория. Нет, у каждого из нас в телефоне есть как минимум 2-3 иконки разных социальных сетей. Используем мы их по-разному, поэтому учитывайте это, опять же, в своей стратегии, в стратегии своего продвижения. В Контакте сегодня достаточно большое пересечение с Фейсбуком по аудитории российской, но 49 миллионов пользователей наша уникальная аудитория, которая зарегистрирована в Контакте, но не присутствует со своим аккаунтом на Фейсбуке. И 7,7 миллионов пользователей уникальная аудитория Фейсбука, которая пока не зарегистрирована в ВК. И точно такие же данные у нас с вами есть по пересечению с Инстаграмом. Я это все к чему говорю, потому что если вы сегодня присутствуете в какой-то одной сон сети, Подумайте о том, что нужно расширяться куда-то еще в стороны для того, чтобы охватывать новые аудитории, получать новых клиентов, получать новые продажи. Особенно сегодня, конечно, это актуально как никогда практически для всех категорий. Что происходит сегодня с точки зрения поведения пользователей? Тоже хочется пару слов сказать. Конечно же, самоизоляция, пандемия, вот эта вот всемирная эпидемия, она тоже играет свою роль и сказывается на поведении пользователей внутри соцсетей. Поэтому мы у себя констатируем факт того, что пользователи, во-первых, начали больше гораздо общаться как друг с другом, так и с брендами. В том числе выросло и количество звонков внутри нашей социальной сети, количество отправленных и полученных сообщений. И, конечно же, что для нас с вами важно, безусловно, выросло количество времени, которое пользователь проводит в ленте новостей. Это прекрасная возможность нам лучше и больше взаимодействовать с ними, контентом, рекламными сообщениями и так далее. Они стали больше смотреть трансляции, истории, больше смотреть ленту, больше смотреть видео и публикуются. Конечно же, этого контента тоже много, достаточно. Повторюсь, самое время, поэтому выходить с ними на прямой контакт и делать это, конечно же, нужно не только с помощью рекламы. Рекламу запустить достаточно просто, но важно аудитории предоставить еще какую-то комфортную, удобную посадочную платформу, куда они могут прийти, что они могут сохранить, с чем они могут поработать. То есть страница бизнеса ВКонтакте, собственно, позволяет сегодня сделать максимально удобное место, посадочную страницу для всех ваших клиентов. Во-первых, это удобная навигация и знакомый интерфейс для любого пользователя нашей социальной сети. Не составит труда найти, где кнопка написать сообщение, где кнопка позвонить, как найти ваш адрес, как написать вам, как с вами связаться и так далее, как сохранить вас в закладке. Это плюс, потому что сайты у всех разные, мы пользуемся сайтами по-разному, в закладке мы их редко достаточно сохраняем. Но подписаться на сообщество или сохранить какой-то кусочек контента себе в избранное, в любимой соцсети, в любой соцсети, это такая достаточно распространенная поведенческая модель. Именно поэтому, даже если у вас очень классный, удобный сайт и им очень удобно пользоваться людям, несмотря на это, делаем удобную бизнес-страницу в том числе. Вот хороший достаточно пример того, как она может выглядеть в идеальном варианте, когда подключены абсолютно все бесплатные инструменты, которые сегодня создают такую хорошую, удобную инфраструктуру для бизнеса внутри нашей социальной сети и возможность быстрой коммуникации посредством сообщений. А мы знаем, что интровертов сегодня растет достаточно много и порой звонки уходят на второй план, людям хочется писать. Подключайте чат-ботов, у нас открытая платформа, вы можете сделать своего чат-бота, можете купить готового чат-бота у разработчиков. Опять же, это все на ваше усмотрение. Сокращайте количество времени, которое ваши сотрудники тратят на ответы вашим пользователям и направьте их энергию в мирное русло. Можно и нужно добавлять быстрые кнопки на первый экран. Здесь пример кнопки «Позвонить», записаться посредством звонка телефонного. Но это может быть абсолютно любая кнопка с абсолютно любым функционалом. Главное, чтобы он решал точно вашу задачу и максимально работал на новые лиды, на новые продажи. Не забываем о том, что карта присутствия и время работы – это тоже комплимент вашей аудитории. Они всегда могут построить маршрут до вас, они всегда могут посмотреть, когда вы открыты, когда закрыты, и не ждать от вас ответа, когда, собственно, у вас нерабочее время. И более того, это все делает вашу страницу максимально живой и максимально готовой к коммуникации. Пользователь, который пришел к вам в первый раз, сразу поймет, что здесь есть жизнь, здесь бренд активно занимается коммуникацией в соцсети, и они действительно получат все необходимые ответы на все вопросы. Более того, конечно же, продавать с помощью наших инструментов тоже можно и нужно. Опять же, повторюсь, у вас может быть очень удобный сайт с очень удобным каталогом, интернет-магазином, системой оплаты и так далее. Но лишний раз подтолкнуть аудиторию к тому, чтобы они покупали у вас больше, допустим, охватить ту аудиторию, которая привыкла в один клик получать все в соцсети, покупать все в соцсети, тоже можно. Вы можете легко подключить магазин внутри ВК, либо подключить витрину товаров внутри ВКонтакте и дать возможность вот таким вот любителям все делать через социальную сеть, приобрести вашу услугу, ваш товар и так далее. Кроме того, конечно, контент – это тоже важно. Мы не можем просто функциональными инструментами наполнить наше сообщество, нашу страницу бизнеса. Нам необходимо в любом случае здорово и полезно коммуницировать с нашей аудиторией посредством контента в том числе. Здесь есть, ну, как минимум, три нюанса, которые стоит соблюдать. Контент ваш должен быть обязательно уникальным. Не нужно стремиться за его глянцевостью, не нужно стремиться выкупать все самые красивые фотографии из Шетерстока или из каких-то других фотобанков. Если вы сделаете контент свой, даже снятый на телефон, это будет гораздо более уместно, гораздо более полезно и для бренда, и для пользователей, потому что, как показывает практика, на живой контент реагирует лучше, он нравится больше, и аудитория больше ассоциирует его с собой, как с обычным человеком. Конечно же, обращайте внимание на то, чтобы обратная связь была достаточно активна. Вызывайте пользователей на диалог, на дискуссию. Попросите их оставлять свое мнение в комментариях. Выходите на дискуссию в этих комментариях. Это тоже все очень важно, и это дает вам органический трафик, потому что друзья наших пользователей, которые прокомментировали ваш пост, могут видеть, собственно, в ленте новостей новость о том, что друг прокомментировал публикацию интересную и тоже перейдет и посмотрит. Частота публикации не так важна, на самом деле. Можете делать контент редко, допустим, раз в неделю, но регулярно обязательно. Больше не нужно делать по 46 публикаций в сутки, потому что хронологическая последовательность ленты уже показывает практика. У совсем немногих пользователей осталось. Умная лента подключена практически у всех, поэтому в большей степени, конечно, опираемся с точки зрения выдачи контента на интересы аудитории, а не на то, как часто бренд публикует. С точки зрения возможностей по контенту, их миллион. Я не буду сегодня суперподробно на всем останавливаться, потому что здесь, мне кажется, каждый должен искать свой микс. Одно лишь скажу, что обращаем внимание на то, что в период карантина, в период самоизоляции, назовем это так, стало гораздо больше полезного, крутого контента от брендов, потому что все те, кто вел коммуникацию раньше в оффлайне и был лидером среди своей аудитории в оффлайне, они потихонечку перекочевывают к нам, онлайн в том числе, и, конечно же, их коммуникация внутри соцсети становится качественнее. Поэтому обращаем внимание на редакционные материалы, на статьи, на лонгриды так называемые, делаем их крутыми, полезными, красочными, продвигаем их в том числе, потому что полезный контент сегодня заходит очень здорово. Не стесняемся создавать видео, пробовать это делать, это действительно важно. И, конечно же, про истории, про подкасты тоже не забываем. Этот формат на сегодняшний день тоже суперудобный, супервостребованный для аудитории, потому что, собственно, времени на то, чтобы поглощать этот контент, стал немножечко больше. Подключаем те разделы, которые помогут нам с вами продавать, новые лиды получать. У меня здесь такой небольшой чек-лист для вас. Это, конечно же, не панацея. Вы можете использовать и другие инструменты в том числе, но, на мой взгляд, такой самый обязательный список. Обязательно подключайте приложения, они есть самые разные. Приложения к бизнес-странице вы можете подключить абсолютно бесплатно. У нас есть целый каталог, где сторонние разработчики выкладывают свои решения для вас, поэтому ищите, что вам там больше подходит. Это рассылки, запись на услугу, бронирование столов и так далее, анкеты, заявки. Опять же, повторюсь, любой бизнес абсолютно сможет найти там для себя какое-то решение. Товары, виджеты, сообщения, чат-боты, быстрые кнопки – все это сделает из вашей странички внутри социальной сети полноценный сайт и аудитория, которая не любит переходить на сайты, она будет тебя комфортно чувствовать внутри соцсети в том числе. Ну и с точки зрения контента тоже не забываем видеообзоры, прямые эфиры, онлайн-трансляции, опросы и так далее. Все то, что, опять же, может вовлечь дополнительно аудиторию в коммуникацию, все то, что может быть для них полезно. Про бесплатные инструменты я так или иначе рассказала, поэтому, безусловно, стоит перейти к моменту продвижения, потому что, создав классное, удобное сообщество внутри соцсети, безусловно, стоит продвигать его и себя, и свой бренд и так далее. Поэтому немножко поговорим про то, какие возможности в данном случае здесь предоставляет платформа. Я, прежде чем мы перейдем к рекламным инструментам, хочу сказать, что важно, очень важно перед началом, перед стартом любой рекламной кампании, конечно же, первые три шага пройти. Запускать, особенно сегодня, когда у бизнеса каждая сумма на счету и хочется максимально эффективно даже небольшую сумму денег потратить, стоит не бросаться в голову, не запускать рекламу просто так на всех, а, конечно же, пройти правильный очень путь. И давайте вот три шага обсудим, которые, безусловно, стоит держать в голове, когда вы вообще подходите к вопросу продвижения. Кстати, неважно абсолютно где, но в данном случае про нашу платформу сегодня говорим. Прежде всего, конечно, давайте в деталях поймем, с кем мы хотим разговаривать, кто наш клиент. Давайте нарисуем его портрет до мельчайших деталей, где живет, где работает, какой образ жизни ведет, сколько лет, пол, возраст, абсолютно все, что мы можем представить себе про этого человека. Давайте представим. Если у нас с вами получается вдруг очень широкая аудитория, ни в коем случае не запускаем, естественно, объявления на всю эту аудиторию, на всех женщин, допустим, 18-25, на всю Россию, потому что нам с вами никогда бюджета не хватит, захватить всех этих женщин, причем не каждая из них, скорее всего, заинтересуется нашим товаром или услугой. Поэтому даже широкую аудиторию, которую вроде мы для себя определили, давайте разобьем на подгруппы, на маленькие кусочки, для каждого сделаем свой креатив, про креативы вам сегодня много говорили и рассказывали полезных вещей, поэтому здесь подробно останавливаться не буду, но помните все-таки о том, что каждый креатив, каждое рекламное сообщение должно решать какую-то конкретную проблему конкретного пользователя. Это важно. Пока вы не убедились, что это так, рекламу не запускаем. Определяем цели рекламной кампании. Я здесь вынесла 4 цели. На самом деле их может быть, конечно же, больше. Каждый бизнес решает свои задачи, ставит перед собой свои цели, но такие 4 основные, которые чаще всего встречаются на просторах нашей соцсети, я вынесла. Мы либо строим охват, либо хотим проанонсировать наши специальные предложения, наши акции, либо хотим сгенерить как можно больше переходов на сайт, заявок, регистрации и всяких целевых действий от пользователей или поработать с лояльными клиентами. Предположим, обязательно после того, как определились, с кем хотим общаться, определяем цели рекламной кампании. Опять же повторюсь, сегодня это максимально важно, когда активность достаточно высокая с точки зрения запуска. Определяемся с форматом. Форматов тоже много. Здесь хочется, наверное, выделить для вас универсальных бойцов, которые подойдут абсолютно каждому. Это либо карусель, где вы можете много своих товаров выложить, и пользователи сможете их пролистать, посмотреть цену. Там же в этой карусели можно указать скидку, то есть, начеркиваем, старую цену, указать новую и так далее. Либо запись с кнопкой, которая с элементом, который мотивирует, собственно, на нажатие, на какое-то целевое действие. На этот формат тоже обратите внимание. Он абсолютно универсальный. Он всем подойдет, вне зависимости от того, чем ваш бизнес занимается. Сбор заявок такой более специфичный формат. Но я думаю, что среди нас, скорее всего, много бизнесов, которые заявки собирают активно и этим инструментом пользуются. А реклама сайтов – это тоже такой очень универсальный формат, который подойдет всем, особенно тем, кто, допустим, пока не готов создавать сообщество внутри нашей соцсети, внутри ВКонтакте, но хочет про взаимодействовать с нашей аудиторией, привести ее к себе на сайт. Например, запускайте рекламу сайтов, введите весь трафик себе на внешний ресурс, на свой сайт и взаимодействуйте с ними там. Остальное уже с точки зрения больше, мне кажется, такого эксперимента. Можете рекламу в Stories пробовать запускать, рекламу мини-приложений, если вы сделали для своего сообщества какое-то приложение и так далее. На них, наверное, подробнее останавливаться не буду, потому что здесь уже есть там своя специфика, и, скорее всего, для каждого бизнеса она будет своя. Что случилось с нами недавно, что мы запустили как раз в период, уже в период кризиса. Если вдруг вы частный эксперт, если вдруг вы занимаетесь тренингами, или вы преподаватель, или вы как бизнес, допустим, это тоже сейчас распространенная модель, перешли на стратегию продвижения своих сотрудников, а не бизнеса в целом. Очень многие салоны красоты сейчас продвигают своих мастеров, а не салон в целом. Такая стратегия тоже имеет право на жизнь, и, кстати, у многих она даже хорошо достаточно работает. Мы запустили возможность продвигать личный бренд, личную страницу, поэтому на этот инструмент тоже стоит обратить внимание. Повторюсь, тем, кто работает сам на себя, кто продвигает свой личный бренд, конечно, в первую очередь это будет полезно, но и бизнесом продвигать знания и опыт своих сотрудников. Я имею в виду сейчас, допустим, фитнес-центры, которые могут продвигать своих тренеров и их услуги. Салоны красоты, которые, опять же, могут продвигать своих сотрудников и их бесценный опыт и так далее. Это, на самом деле, очень хороший инструмент для того, чтобы эти задачи порешать. После того, как мы с вами определили, с кем хотим общаться, определили цель нашей рекламной кампании, определили формат, который мы хотим использовать, давайте перейдем к настройкам таргетирования. Их много, ВКонтакте очень много. Я сегодня подробно остановлюсь далеко не на всех. Скажу лишь, что все-все-все вообще настройки таргетирования, безусловно, делятся на те, которые мы берем из анкетных данных. И тут уж мы не можем проверить достоверность. То есть это то, что пользователь написал из-за соцсети. Нам остается с вами только ему доверять. Но есть еще достаточно большое количество настроек, которые добываются с помощью нашей бигдаты, когда мы оцениваем поведенческую модель того или иного пользователя. И вот здесь уже они гораздо точнее. Поэтому я сегодня хочу больше остановиться на них. Допустим, география – это анкетные данные, геолокацию. Использовать сегодня, на мой взгляд, гораздо более эффективно. И несмотря на то, что мы с вами уже какой-то третий, по-моему, месяц сидим дома, и многие оффлайн-заведения не работают, геолокация все равно не потеряла свою актуальность. Если раньше мы использовали этот инструмент исключительно для того, чтобы из онлайна привезти человека к себе в оффлайн, то сегодня мы вполне можем этот инструмент использовать для того, чтобы собрать какую-то конкретную аудиторию, жить в каких-то конкретных районах и рассказать им что-то. Допустим, выбрать жилые комплексы, дорогие коттеджные поселки, дорогие и так далее, и собрать наиболее платежеспособную аудиторию, которая раньше мы не обращали внимания, допустим, на людей, живущих в соседнем районе, потому что нам нужно было охватить наш. Давайте сегодня рассказывать им о том, что мы есть, мы услуги до сих пор предоставляем, пусть и удаленно, товары мы до сих пор продаем, пусть и удаленно. И приводить их к себе в сообщество, рассказывать им о себе. После того, как самоизоляция наконец-то кончится, все эти люди смогут прийти к вам. То есть сейчас такой больше будет подготовительный ваш этап. Используем, собираем, расставляем точки на карте по тем местам, которые нам нравятся, собираем людей, которые там живут, учатся, работают, часто бывают и так далее. И работаем с ними с помощью разных стратегий, с помощью разных креативов. Про категории интересов не забываем. Мы стараемся делать так, чтобы этот инструмент был лучше, подвижнее. Поэтому им тоже важно и нужно пользоваться. Категории становятся все больше. Мы стараемся расширять текущие категории, добавлять новые. Туда попадают люди, которые сию секунду интересуются какой-то конкретной тематикой. Есть более длительный интерес, есть быстрый интерес. Допустим, всем нам понятно, что недвижимость – это достаточно… Покупка недвижимости – это достаточно длительный интерес. Если говорим про покупку каких-то FMCG-новаров, одежды или всего прочего, здесь более-более быстрый интерес. Поэтому не проходите тоже мимо, используйте в своих рекламных кампаниях. И здесь только одну ремарку хочу сделать. Не обязательно использовать только те категории интересов, которые напрямую связаны с вашим бизнесом. Допустим, занимаетесь вы… У вас салон красоты, вы занимаетесь бьюти, вы выбираете только ту аудиторию, которая интересуется красотой и здоровьем. Нет, вы можете выбирать аудиторию мам. Вы можете выбирать аудиторию работающих женщин. Вы можете выбирать аудиторию более взрослых, пожилых уже людей, в том числе на какие-то конкретные процедуры. Ну, то есть подумайте о том, что характеризует какой-то сегмент вашей аудитории и подготовьте специальный креатив для них. Таргет на активных посетителей и сообществ сейчас тоже достаточно актуален. Если вы только вышли в нашу соцсет, предположим, собрать первую базу клиентов можно с помощью предложения, которое будет таргетировано на активную аудиторию сообществ конкурентов, предположим, либо на активную аудиторию сообществ, которые вам подходят по тематике. Эта аудитория с большей долей вероятности заинтересуется и вашим продуктом, в том числе хотя бы подпишется, чтобы посмотреть, может быть, попробовать. И, может быть, в конце концов, удастся их конвертировать именно в своих клиентов, выбрать из рук конкурентов. Но помним, что здесь больше битва предложений, потому что конкуренты, скорее всего, тоже будут таргетироваться на вашу аудиторию. Можно и нужно не только навешивать друг на друга различные настройки, но и исключать какие-то настройки, какие-то добавлять, какие-то пересекать. Для этого у нас есть логические операторы, пересечение настроек таргетирования. С этим тоже важно и нужно работать для того, чтобы более точную и узкую аудиторию для себя выделять. Про ретаргетинг ВКонтакте скажу очень быстро, буквально пару слов, чтобы успеть рассказать остальное. Возвращать свою аудиторию, безусловно, важно. Что мы замечаем на своей платформе за последние, опять же, три месяца? Это то, что бизнесы пошли по правильному пути, пошли по правильной стратегии и стараются реанимировать свои предыдущие базы клиентские, реанимировать своих клиентов, которые уже пробовали покупать товары, услуги и так далее. И в этом, конечно, очень здорово помогает ретаргетинг. Мы либо можем снова провзаимодействовать со своей клиентской базой и запустить ретаргетинг по CRM-базе. Это когда мы с вами загружаем файлик с контактами наших клиентов в свой рекламный кабинет ВКонтакте, очень быстро находим пересечение и рекламную кампанию транслируем, собственно, на тех своих клиентов, кого нашли внутри ВК. Можно и нужно собирать аудиторию по пикселю, даже если вы привели людей на свой сайт с помощью контекстной рекламы или из других соцсетей, как угодно. Если они в этот момент залогинены ВКонтакте, мы всегда поймем, что конкретный человек у нас есть и сохраним его вам в рекламный кабинет. С ним тоже можно будет провзаимодействовать. Брошенные корзины, разделы различные, карточки товаров, которые они смотрели, все можно сохранять, по всем по ним потом можно провзаимодействовать. Повзаимодействовать с рекламой, собирать тех, кто каким-то образом отреагировал на ваше рекламное сообщение, тоже можно и нужно. Эти реакции, эти пользователи вам пригодятся обязательно. Ну и с помощью, конечно же, инструмента Lookalite можно масштабировать каждую из исходных аудиторий, то есть найти людей, которые по своей поведенческой модели очень напоминают нам либо нашу клиентскую базу, либо посетителей нашего сайта, либо тех, кто взаимодействовал с рекламой, либо тех, кто отсканировал QR-код, которые мы разместили на своих материалах при доставке, или если речь идет про заведения, которые все-таки еще работают, у нас в заведении разместили QR-код, либо, конечно, тех, кто просматривал и взаимодействовал каким-то образом с товарами, которые вы у себя разместили. По моделям оплаты тоже очень быстро пробегусь. На сегодняшний день, помимо таких классических, мне кажется, все, кто размещались в соцсетях, знают, что такое CPM и CPC, классических вариантов оплат за тысячу показов или за клики, мы подключили еще и о CPM совсем недавно, когда рекламодатель указывает желаемую стоимость цели, и оплата происходит за показ, который с наибольшей нолью вероятностью совершит, собственно, целевое действие. Вот. Кому подойдет? Абсолютно всем, кто хочет новых заявок, новых регистраций и так далее. И такой небольшой совет по ценообразованию, если у вас точно есть, совершенно точно есть понимание, что ваш клиент, ваша заявка, ваша регистрация стоит вот столько-то, допустим, там 100 рублей, вы это знаете, потому что уже размещали рекламу в других соцсетях, предположим, то смело указывайте ее. Если у вас нет понимания вообще никакого, сколько может стоить ваша регистрация, то смело можете ориентироваться на наш прогноз, потому что система очень многие факторы учитывает, когда прогнозирует стоимость. Вот. Есть некоторые особенности работы с OCPM. Мне пишут, что осталось совсем немножечко времени, поэтому постараюсь сейчас потихонечку заканчивать. И на самом деле могу, наверное, пренебречь несколькими слайдами, и вы, конечно же, их сможете просмотреть, когда с вами поделятся презентации. Я хочу остановиться подробнее на том, что вы можете продвигать, и это сейчас тоже такой актуальный инструмент, свой бизнес с помощью мобильного продвижения. Делать это все максимально быстро, делать это все максимально удобно с мобильного телефона, с одной кнопки. Почему? Хочу сакцентировать внимание на мобильном продвижении, потому что ВКонтакте еще в апреле запустили программу поддержки бизнеса, и мне хочется, чтобы каждый из вас попробовал ей воспользоваться. Мы удваиваем бюджет, который вы тратите на мобильное продвижение. Со 2 апреля по 30 июня эта акция работает, и, собственно, у нас с вами еще есть время все это попробовать. Работает, повторюсь, только с мобильным продвижением. Есть, конечно, некоторые ограничения, они у вас сейчас на экране, я озвучу. Если вы потратили за неделю меньше 5000 рублей, допустим, 3000 рублей вы потратили, в следующий понедельник ВКонтакте докинет вам в рекламный кабинет еще 3000, и еще какое-то время вы будете крутиться за наш счет. Если сумма равняется, сумма затрат равна 5000 или больше, то мы вернем вам 5000 рублей, и максимальная сумма всех компенсаций для одного бизнеса за все время акции – 50 тысяч рублей. Собственно, для того, чтобы у вас была возможность получить немножечко больше клиентов, чем вы могли бы заполучить за свой бюджет, акцию запустили. Все подробности есть в группе ВКонтакте для бизнеса. Сейчас на экране видите ссылочку. Или сканируем QR-код. Я лично люблю сканировать QR-коды. Вы можете перейти по ссылке, просто подписаться на сообщество. Там же есть прекрасная поддержка наша, которая, если мы вдруг не успеем обсудить сегодня какие-то вопросы, если вдруг у вас вопросы по акции или по инструментам. Возникнет момент, когда вы начнете работать с платформой и начнете что-то запускать. Всегда их можно задать в личные сообщения группы ВКонтакте для бизнеса. Отдельная команда поддержки сидит и ждет наших сообщений, поможет, сориентирует, поделится ссылками, полезными материалами, поддержит морально и всячески поможет. И еще одна ссылка, тоже по ней можно перейти или QR-код отсканировать. Это такая небольшая анкетка о том, как мы провели время сегодня. И там же по итогу заполнения к вам в личные сообщения ВКонтакте придет купон с пополнением, чтобы вы могли тоже протестировать какие-то свои первые мысли, гипотезы рекламной кампании. Тоже надеюсь, что эта мера немножко поддержит вас, поможет вам в реализации первых рекламных кампаний. У меня на самом деле на этом все. Если есть какие-то вопросы, Павел, я рассчитываю, что вы их зададите. Я постараюсь на них ответить. Да, Александра, большое спасибо за ваш доклад. У нас есть вопросы и есть время на то, чтобы на них ответить. Здорово. Итак, первый вопрос. А что посоветуете специалистам по недвижимости? Может, есть интересные кейсы? По недвижимости? Недвижимость, на самом деле, да, это очень интересный блок. Я совершенно точно могу сказать, что здесь нужно очень четко работать со сроками, срок жизни базы клиентской. Здесь очень хорошо подойдет ретаргетинг, здесь очень хорошо подойдет категория интересов, потому что они действительно обновляются. Здесь очень хорошо подойдут таргетинг на активную аудиторию сообществ, которые предшествуют покупке и поиску недвижимости, когда человек только-только что-то начал искать. Собственно, это не группы застройщиков, ваших прямых конкурентов, а скорее всего, это какие-нибудь тематические группы, а-ля «что важно знать про ипотеку» или «что важно знать про покупку вторичного жилья в городе Москва», например. Таких групп очень много, они могут быть совсем маленькие, но при этом туда подписывается аудитория, на них подписывается аудитория, которая действительно сегодня заинтересована в таком ресерче. Они помышляют потихонечку о том, чтобы приобрести недвижимость. Конечно же, все зависит от самого продукта. Мы говорим про покупку недвижимости, про продажу недвижимости, или про арендный бизнес, или про коммерческую недвижимость. Но в целом такие вот настройки, скорее всего, будут наиболее актуальны. Если есть какие-то подробности, то вы можете мне в личку ВКонтакте написать детально, чем вы занимаетесь, и мы попробуем такой идеальный микс подобрать. Спасибо за ответ. Второй вопрос. Будет ли ВК так называемая чистка мошенников? К примеру, автоматическая блокировка на того, на кого поступает достаточно много жалоб? Отличный вопрос. У нас на самом деле работает уже несколько алгоритмов, которые занимаются этим. Безусловно, когда мы получаем жалобу на какой-то аккаунт, на какого-то пользователя, на какое-то сообщество, которое уличили в мошенничестве, оно тоже проверяется и блокируется. Ну, то есть с этой историей мы стараемся работать максимально активно. Есть, конечно, всегда есть какие-то погрешности. Иногда мы получаем жалобы увлечения в мошенничестве сообществ, которые не мошенники, просто, не знаю, там, их конкуренты на них пожаловались, или просто человек настолько не хочет видеть контент от этой группы, что решил взять и пожаловаться. То есть все эти случаи проверяются, конечно. Но в целом несколько алгоритмов уже запущены для того, чтобы быстрее бороться и выявлять новые схемы. Но здесь важно понимать, что как бы мы не меняли алгоритмы на уже готовые схемы, но всегда появляются новые. И на самом деле вот эта пандемия самоизоляции, сегодняшний кризис, он тоже, как грибы после дождя, вырастил гигантское количество различных мошеннических схем. Это вообще тема такая для отдельного, мне кажется, разговора. И, конечно, перестраиваются системы не сразу, перестраиваются алгоритмы не сразу. Сначала нужно их обучить этому. Поэтому сегодня, да, могут быть какие-то погрешности. Но мы работали с этим. Следующий вопрос. Мне интересно продавать рекламу на конкретный объект. Как это сделать? Нужен маленький радиус вплоть до двух метров. Смотрите, у нас на самом деле минимальный радиус геолокации 500 метров. Но почему не стали делать, тоже расскажу, почему не стали делать его меньше? Потому что вроде бы это было бы намеком на то, что дает более такую высокую точность. Там два метра мы берем радиус и находим людей, которые здесь находятся. Вот прям сию секунду. Но на самом деле набиралось бы очень мало людей. Это во-первых. Во-вторых, попадали бы, скорее всего, в эти два метра, там, либо сотрудники какой-то конкретной компании, если про бизнес-центр говорим, либо посетители какого-то конкретного магазина, если мы говорим про торговый центр, например, либо про жилой дом. Ну, здесь тоже жители одного подъезда. Наверное, это просто слишком маленькая выборка, с которой не так важно работать. Поэтому если нужно прямо супер точно, точечный конкретный объект поставить с точкой на те людей, которые там живут, работают и так далее, можно ставить минимум 500 метров. Но я бы на вашем месте, и опять же, так показывают большая часть рекламных компаний, которые запущены с геолокацией, я бы на вашем месте брала радиус 2-3 километра. Потому что, опять же, так показывает практика. Это то расстояние, которое любой абсолютно пользователь готов преодолеть при любой погоде, в любое время года, пешком. И это то, что они считают недалеко. Это то, что они считают в пешей доступности. Многие рекламные компании и опросы показали именно такие результаты. Александра, спасибо за полезный доклад. Спасибо вам большое. Спасибо.